Ассоль, Гутюйера, Офелия, Русская, Вивьен Ли и дочь Александра Вертинского – самое убедительное женское воплощение хрущевской оттепели на экране и одна из самых красивых актрис советского кино. Советская актриса с антисоветской внешностью. Анастасия Вертинская родилась 19 декабря 1944 года. Ее отец Александр Вертинский был известным поэтом из шансонье, а мама Лидия Цирквага – актриса и художница. Причем отец был старшей матери на 34 года. Также в этой творческой семье была еще одна дочь Марианна, ставшая также известной актрисой. В 16 лет Настя попала в кино, из первой же роли Ассоль в алых парусах стала знаменитой. Правда, по словам Вертинской, эта слава ей только мешала жить, потому что были и неадекватные поклонники, которые грозились убить ее и себя. Через год она снялась в роли Гутиэра в фильме «Человек-амфибия», и это еще больше упрочило ее статус популярной актрисы. В 18 лет, не требуя получения актерского образования, Анастасию пригласили работать в театр имени Пушкина. Но в 1963 году она все же пошла учиться в Щукинское училище, где получила образование и ее старшая сестра. Самое интересное – это то, что поступила она лишь со второго раза, и затем по актерскому мастерству часто получала не самые хорошие оценки из-за своего особого видения, как нужно играть. Именно в училище она встретила своего будущего мужа Никиту Михалкова, который был ее однокурсником. По его словам, она пришла на курс уже звездой, и хотя вела себя очень достойно и сдержанно для всех, была человеком, который находится бог знает где. Она понимала, что к ней напряженный интерес, смеси зависти с благоговением. В 20-летнем возрасте Вертинская снялась в роли Офелии в Гамлете, и после его показа на Венецианском кинофестивале стала известной не только в Советском Союзе, но и в других странах. Именно после этого фестиваля Анастасию за границей стали называть «Вивьен Ли» советского экрана. Ну а далее успешные работы следовали одна за другой. «Война и мир» Анна Каренина «Случай с Полыниным и Негорюй». После окончания Щукинского училища Вертинская успешно играла в театрах имени Вахтангова «Современники» и «Мхате». Но в 1989 году Анастасия ответила согласием на предложение Оксфордского университета преподавать там актерское мастерство, и уехала на долгие 12 лет в Великобританию, а затем переехала в Париж и там же занималась преподаванием. В Россию же она приезжала лишь иногда, чтобы сняться в очередном фильме. Например, в 1994 году она получила роль в «Мастере и Маргарите», причем этот фильм вышел на экраны лишь в 2011 году, а в 1999 году она приезжала для съемок у Александра Абдулова в «Бременских музыкантах». Ну а после 2000 года она уже практически не снималась и не играла в спектаклях, потому что не было достойных работ. По ее мнению, она полностью реализовала себя, а теперь просто живет. Что касается личной жизни, как мы уже сказали, ее первым мужем был известный режиссер Никита Михалков. В этом союзе у них родился сын Степан, и только через полгода после его рождения они поженились, а еще через два с половиной развелись, потому что каждый хотел самоутвердиться в профессии и не готов был жертвовать этим ради семьи. Но они расстались в хороших отношениях и до сих пор тепло друг к другу относятся. Вторым мужем актрисы стал певец Александр Градский, а надолго любимым человеком стал позже режиссер Олег Ефремов. Они не поженились, но были вместе 20 лет. Сейчас актриса одна и весьма ценит свою свободу. Кстати, сын Степан стал единственным ребенком актрисы, зато подарил он ей целых четырех внуков – Александру, Василия, Петра и Луку. Роль бабушки – ее самая любимая роль, а старшая внучка уже и сама стала матерью. Поэтому у Анастасии появились еще и правнуки. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу истории Анастасии Вертинской и ее творчества в кино.